Именно с этим сооружением у большинства гаражан ассоциируется ТЭЦ. Это градирня, устройство в котором охлаждается огромное количество воды посредством атмосферного воздуха. По-другому ее можно назвать охладительной башней. Изнутри увидеть дом, откуда приходит тепло и свет. Уникальную экскурсию на ТЭЦ организовали работники энергетической сферы для студентов Ульяновского политехнического университета. Температура в топ и выше тысячи градусов. Это так называемая большая печь. Сейчас она нагревает воду в котле, которая находится выше этой печи. Там образуется пар, который отправляется в турбинное отделение. А это сердце ТЭЦ, турбинное отделение. Именно здесь нагреваются тонны воды, которая потом отправляется в квартиры наших гаражан. Будущие сотрудники сферы ЖКХ, студенты четвертого курса политеха впечатлены масштабами ТЭЦ. Молодые люди спешат сделать селфи, выложить фото в интернет и признаются. Все это прежде видели, но на картинках учебников. На практике устройство теплоэлектроцентрали впечатляет. Здесь я смог по очереди увидеть, как все же это шумит, грохочет, работает. Ну, как бы такой живой экспириенс получил. И да, это лучше, когда изучаешь материал наглядно. И ты видишь, к чему дальше ты будешь как бы потрагиваться. Ты сможешь с этим работать. И я думаю, что в дальнейшем мы сможем это эффективно использовать и эффективно работать. С 2015 в области действует образовательная программа «Регион, студент, вуз». Абитуриенты принимаются по целевому набору в ЛГТУ. По окончанию их направляют в организации ЖКХ и энергетики региона. Обучение плачивает областная казна. 112 человек уже обучаются по курсу бакалавриата, еще 61 – магистратуры. В этом году мы уже набрали новые группы. Набрали группу из 44 человек, которые обучаются по бакалавриату, и 17 человек по магистратуре. Это к тому, что уже обучалось до настоящего времени. Летом 19-го первые 25 выпускников покинут учебное заведение с дипломами о высшем техническом образовании по профилю ЖКХ. На предприятиях города молодых специалистов уже ждут. Персонал на станции сейчас очень возрастной. Средний возраст около 50 лет. Поэтому, соответственно, персонал необходимо обновлять в связи с тем, что постоянно внедряются новые технологии. Поэтому ребята, которые грамотные, с высшим образованием будут приходить к нам на ТЭЦ, они принесут нам большую пользу. В следующем году на подготовку молодых специалистов в сфере ЖКХ из областной казны потратят 10 миллионов рублей. Работу по привлечению профессионалов в отрасль продолжат. Екатерина Терещенкова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.